Есть человек, который отвечает за этот приют, вы можете оплатить ему. Сбор никаких средств мы не осуществляем ни на что и никогда. То есть все, это даже не обсуждается. То есть почему я должна эти средства собирать, чтобы что-то кому-то... Вы хотите помочь, пожалуйста, вы можете оплатить. Есть адрес, можете отвезти что-то. Кто-то у нас, членов федерации, ездил в приют и там помогал социализировать собак. Ну, то есть был... Вот. И это как бы вообще, то есть, ну, помогли-помогли. Никто никого не контролировал, то сколько там отправят, отправят, не отправят, не отправят. Сейчас я выкладывала лично там в группе, там, в приют какой-то в Донецке, да. Ну, смогут отправить, а не смогут не отправить. Все. То есть это у каждого, как говорится, его бывают не правы. Ну, а у вас получается, это какую-то обязанность устала ежемесячной, помогать в приюту, и вот почему-то обязательно непосредственно очередной ковару. Вот. Что касается его спортивных перспектив, я вас тоже могу его строить. Те средства, которые уже собирали именно на поездку, на занятия, вернее, на поездки на его участие в каких-то там чемпионатах, да, с Кольцевым, мы все его знаем, то есть он, в принципе, в нашей основной группе РОПФСС достаточно активно афишировал все, что вот у него есть Кольцев, он приезжал к нам, да. В Кольцеве нет документов, подтверждающих его происхождение. Собаки без документов о происхождении не могут допускаться к мероприятиям защитным разделам. На его кольца документы для получения мероприятия родословной лежат в федерации. Уже два года, да. Так, мало. Да. А кто помнит, что он на чемпионат России ездил? Кто вообще, знаете, ну, из группы кто ходил? Я помню, что он что-то... Он тогда уже был ехать на соревнованиях. 98 баллов он там заработал. Он сказал, что он поедет, значит, мы служим на соревнования, на РКФ, на Россию, значит, в Новосибирск, в мае месяце, это было в прошлом году. Все собирались деньги. Ну, собрали деньги, да. В итоге, что получается? Он никуда не ездил. Он собрал деньги, положил себе команды, все. Пятая месяца он занял. А, и да, и я отписывался. Ой, мы отпусались за 98 баллов, мы такие молодцы. Завтра у нас послушка, болейте за нас. Интересно, с какого он все это писал? Ну, что я вам могу сказать? Да, в Новосибирске никакого кубка России, чемпионата России не проводилось. Он весь проводится всегда в Востокской области. Вот, это как бы... Это, это... Ну, что, ну, на чемпионат России по ИГП можно поехать только с третьей степени. С третьей. То есть, ИГП-3 получить на испытания, допустим, где-то, Казнаевск, Новосибирск, туда приехать. Без третьей степени туда никого не пустят. Ну, просто это, ну, как бы, там уже все. В общем, у вас даже первое не было. Вы как на наших дистанциях, да, в России. Да. Да. Поэтому у нас не было никакой информации ни о вас, ни о ваших телефонах, ничего. Я вот в Федерации, я отстаиваю, там, наш клуб. В нашем клубе Федерация не заинтересована. И если я не буду отстаивать наш клуб, то его просто закроют. Как-то Федерация что-то эфемерное была просто для него вошла. То есть, мы какие-то, ну, не пожители, да? Не пожители, которые какие-то недоступны, да? Да, оказывается. То есть, мы настроены ее как-то вражденно, по всем вот этим фериалам. Мелкие фериалы. Закрытые, еще где-то закрытые. Конечно. То есть, смысл такой, не будет от клуба денег в Федерацию, будет опроверг.